Конфликт двух настоящих легенд мирового хоккея, Рагулина и Эспозита. Удар в нос и жесткий ответ клюшкой в лицо. Один из самых горячих эпизодов Суперсерии 72. Тема нового выпуска проекта Хокки Хистери. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк, и тогда вы точно ничего не пропустите. Ну а сейчас прыгаем в хоккейную машину времени. Поехали! Год 1972. В феврале в США была освобождена под залог в 102 500 долларов Анжела Дэвис, американская правозащитница, деятельница международного коммунистического движения, социолог, педагог и писательница в те годы была символом движения за права заключенных. В сентябре состоялись первые зарубежные гастроли Аллы Пугачевой. В составе оркестра Олега Лундстрима певица приняла участие в фестивале джаза в Польше. В октябре в городе Сент-Джозеф, штата Миссури, родился рэпер Эминем. Он назван одним из самых великих музыкантов всех времен многими журналами, включая Rolling Stone, который разместил Эминема под 83 номером в списке 100 самых великих артистов, а также на 91-м месте в списке 100 величайших авторов песен. В ноябре состоялась премьера индийского фильма «Зита и Гита». История рассказывает о двух сёстрах-близнецах, раслученных в младенчестве, которых сыграла популярная актриса тех лет Хема Малини. В СССР картину посмотрело больше 55 миллионов человек. В декабре лунный модуль Аполлон-17 совершил посадку на Луну. Было собрано 110,5 килограммов лунных пород. В ходе этой экспедиции произошла последняя на сегодня высадка человека на эту планету. В том же 1972 году две части хоккейного мира объединились. Канадские профессионалы впервые вышли на лёд против советских любителей. Суперсерия 72 за те 49 лет, что прошли с момента её проведения, обросла огромным количеством правдивых, выдуманных, приукрашенных историй. Разобраться, что же на самом деле происходило вокруг принципиального противостояния за пределами льда, почти не представляется возможным. Хорошо, что есть видеозаписи самих игр, на которых любой желающий может найти подтверждение той части мифов и легенд, которые касаются происходившего на площадке. О том, какой эту суперсерию видели канадцы до стартового матча, отлично говорит настрой их прессы. «Ещё не родилась та команда, которая будет учить наших профессионалов. От разгрома русских спасёт только чудо. Или сверхвдохновение», писала одна из канадских газет, требуя победы своих любимцев над русскими в серии. С сухим счётом. Но уже первый матч опустил кленовых листьев на землю. Сборная СССР выиграла 7-3, победную шайбу забросил Валерий Харламов, а уже на следующее утро в отель к нашим вроде бы пожаловала делегация Торонто Майпл Ливс, которая предложила Валерию Харламову миллион долларов за переезд в НХЛ. Валерий попытался отшутиться, сказав, что без партнёров по тройке нападения Владимира Петрова и Бориса Михайлова он никуда не поедет. Но люди из канадского клуба пообещали урегулировать этот вопрос и выписать коллегам Харламова чеки на аналогичную сумму. «Мы переглянулись, а потом ребята говорят, ты старший, вот и отвечай». Я поблагодарил канадца за приглашение и, естественно, отказался, подчеркнув, что мы советские миллионеры, нам и дома хорошо. Я сказал это искренне, а не потому, что за нашими спинами стоял человек, отвечавший за безопасность сборной СССР. Потом подобные предложения канадцы делали почти всем нашим ребятам, Владику Третьяку, Саше Якушеву, Жене Зимину, Саше Мальцеву. Воспоминания Михайлова подтверждают, что эта история родилась не на пустом месте. Советские хоккеисты забрали не только первую игру, но и всю канадскую часть Суперсерии. Наши дважды выиграли, один матч свели в ничью и лишь раз уступили. После встречи номер 4 Филу Эспозита в прямом эфире пришлось толкать вдохновенную речь. «Хочу сказать всем жителям Канады, мы старались, мы выложились на 100%, а люди, которые нас освистали, боже, всем раздосадованы, разочарованы и огорчены некоторыми людьми. Мы не можем поверить, что в прессе о нас пишут плохо, что нас освистывают на наших собственных аренах. Если русские так поступят, я приеду и извинюсь перед всеми канадцами, но я не думаю, что русские будут освистывать свою сборную. Я крайне разочарован и не могу в это поверить. Некоторые ребята в команде совершенно упали духом. Мы все понимаем, мы очень стараемся, делаем все, что в наших силах, но давайте не будем отрицать, что у соперника хорошая команда, но это не значит, что мы не выкладываемся на 150%. Пламенный спич Эспозита мгновенного эффекта точно не дал. В первой из игр суперсерии, прошедших на территории Советского Союза, хозяева совершили удивительный камбэк со счета 1-4 и, казалось, практически гарантировали себе общую победу. Но впечатление получилось обманчивым. Канадцы разозлились еще больше и в следующей встрече стали использовать даже самые запретные приемы для достижения результата. Например, вывели из строя главную звезду сборной СССР Валерия Харламова. Бобби Кларк наотмаш рубанул ему клюшкой по ногам и, по сути, вывел из строя до конца серии. Я убежден, что Кларку дали задание – вывести меня из игры. Иногда я думал, что это было его единственной целью. Я смотрел в его злые глаза, на его клюшку, которую он размахивал как мячом, и не понимал, что он делает. На хоккей это точно не было похоже. Позже делился впечатлениями Харламова. Случился в той игре и еще один культовый эпизод. Его участниками стали Эспозито и главный советский богатырь Александр Рагулин. По меркам тех лет это была полноценная драка, хотя защитник команды СССР отказался признавать ее таковой. Вот как он вспоминал тот эпизод. Да какая там драка? Обычный рабочий момент. Столкнулись, я ему локтем двинул в нос, а он угодил мне под глаз концом клюшки. Ненарочно же, приятного конечно мало. Постояли, посверкали друг на друга очами и разъехались. Правда ему пять минут дали за то, что у меня оказалось рассечение. Шрам до сих пор виден. Таких моментов во время суперсерии 72 было много. Что ж, на всех обижаться? А вот Эспозито вспоминал стычку с Рагулиным не из-за удара в нос и даже не из-за пущенной крови. Причина оказалась совсем не банальной. Рагулин. Это был самый могучий человек, с которым я когда-либо сталкивался. Это было, как будто в тебя бросали гранату. Но беспокоила меня другая вещь. Говорят, ваша изборная ели чеснок перед матчем. Дыхание от Рагулина исходило такое... Ой-ой-ой. И я говорю ему в момент, когда было сделано это фото. Не ешь больше чеснок перед игрой. Канадцы выиграли шестой и два следующих матча. Забрали суперсерию целиком. А спустя 26 лет Рагулин и Эспозито встретились на чемпионате мира в Цюрихе. «Хеллоу, Алекс!» – окликнул своего старого приятеля Фил. «Привет!» – вежливо отвечает Александр Палыч. А сам не может понять, кого он секунду назад поприветствовал. Добрые люди тут же напомнили Рагулину, что перед ним сам Эспозито. А Александр Палыч поспешил исправить неловкую ситуацию. «Слушай, Фил, а кто виноват, что я тебя не узнал?» «И кто же?» – спросил Эспозито. «Кто, кто?» – «Конечно, ты!» – пояснил Палыч. «Ты же мне тогда подбил глаз. Помнишь, нет?» «А как же?» – отвечает Эспозито. «Но ты взгляни-ка на мой нос. И кто же, по-твоему, это сделал?» Это уже второй выпуск нашего проекта, посвященный дракам с участием Александра Рагулина. В первом мы рассказывали про эпизод из матча со сборной Чехословакии, который запретили к показу на телевидении СССР. «Удивительно, но в жизни главный богатырь советского хоккея был человеком очень добрым», – вспоминает его партнер Евгений Зимин. «Рагулин – человек добрейший, интеллигентный. Вот сразу чувствовалось. Никакой в нем грубости. Никогда не крутил. Оптимист по жизни. Ни разу не было такого, чтобы Тарасов на него прикрикнул, как на остальных. «Рагулин, почему не работаете?» – всегда обходительно. Александр Палыч, как у вас дела?» На сегодня это все. Совсем скоро мы добавим новый эпизод в нашу хокке-хистори. Чтобы его не пропустить, не забудьте позвонить в колокольчик и поднять палец вверх. А еще помните – историю не стоит переписывать. Лучше ее пересматривать. Пока! Редактор субтитров А.Семкин